Здравствуйте, дорогие мытищенцы! Я рад вас приветствовать в программе «13 минут с генеральным продюсером». Сегодня я встречаюсь с Ольгой Ивановной Морозовой. Здравствуйте, Ольга Ивановна! Здравствуйте! Ольга Ивановна Морозова. По образованию экономист-менеджер, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга факультета экономики и внешних связей университета Леса. Планирует поступление в докторантуру. Ольга замужем, в семье растет дочь Анастасия. Ольга Ивановна открытый и общительный человек с активной жизненной позицией. Вместе со студентами и аспирантами постоянно участвует в заявках на конкурсы и гранты. Неудивительно, что она награждена почетными грамотами вуза и района. Основное время она уделяет работе, но не забывает и о любимой семье. Любит книги, путешествия, занимается плаванием, а еще находит время для шитья. Жизненная кредо никогда не останавливается на достигнутом и бороться во что бы то ни стало. Как давно вы занимаетесь наукой и какова сфера ваших научных интересов? Ну, наукой я стала заниматься достаточно давно, еще до аспирантуры. Это был где-то четвертый курс университета. Как раз начались первые научные статьи, выступления на конференции, посещения различных заводов, относящихся к тематике. Кстати говоря о том, что дипломная моя работа, это была часть уже последующей написанной диссертации через несколько лет после окончания аспирантуры. Первая статья вышла, я еще была студенткой, вышла она в Ваковском журнале «Лесная промышленность». Была посвящена оценке остаточной стоимости поддержанной техники. Ну и впоследствии, когда писалась диссертация, эта диссертация была как раз посвящена формированию вторичного рынка лесной техники, она вот вошла туда. Тема не скучная для юной девушки? Нет, вы знаете, не знаю, у меня немного технический склад ума, так вот я в этом разбираюсь, было очень интересно. Насколько вообще эта тема продуктивна, востребована и может быть применена на практике, например, нашего района? Ну, на практике я вам хочу сказать, что, ну, во-первых, в Низбате здесь машиностроительный завод у нас существует. Я, конечно, понимаю, что он не относится к лесной технике, но вследствие того, что вот сейчас передано в управление такое огромное количество лесов, 2 миллиона га, это очень много, для того, чтобы работать, обрабатывать эти леса, это нужна техника, которая, к сожалению, вот тот же самый Тищенский район не обладает. Покупка такой техники экономически, ну, очень, очень-очень дорого получается. То есть получается, что вы за несколько лет до передачи лесов в ведение субъекта, случилось буквально там полтора месяца назад, предугадали, спрогнозировали и выбрали ту специальность и то направление, которое сейчас очень актуально. Ну, да, сейчас актуально, но она и на тот момент была актуальна, не только, скажем, для Матищинского района, но сейчас уже, наверное, для него будем работать, а вот вообще и по области, и по областям, которые являются лесоперерабатывающими, это очень важно, потому что техника настолько стара, а покупать новую, к сожалению, лес, промхозы, лесхозы просто не в состоянии. Вот скажите, пожалуйста, все-таки лес тех, теперь он называется университет леса, это тот вуз, который востребован в современной практике на нашей территории, вот специалисты, выпускники? Да, специалисты востребованы. О лесном хозяйстве я вообще не говорю, как бы это единственный ресурс, вот лес сам по себе, он единственный, который восстановим, им нужно заниматься. И, скажем, у нас очень большие выпуски по лесному хозяйству, все студенты обычно уже на четвертых курсах у нас работают, находят себя и в сфере той, которой вот 70-80 процентов, я хочу сказать, студентов, которые выпускаются, они все работают в той сфере, по которой получали свою специальность. А вот сколько из них работает на территории нашего района? Или эти специалисты широко востребованы, они уезжают в другие субъекты, в другие территории? Вы знаете, у нас много студентов с регионов, вот сейчас, если говорить о том, что мы набираем 800 студентов в год в университет, 500 это с регионов. Естественно, большая часть возвращается обратно, потому что кто-то идет целевиком, кто-то идет, вот как группы мы с техникум набираем, опять же, для тех же самых лесхозов, леспромхозов, там, Вологодских, Сокольских, и тому подобное, конечно, возвращается. Но и часть остается здесь, находясь здесь, работают тоже по специальности. Вот, да, кстати, хочу сказать об экономистах, которых мы выпускаем, очень много работают на кабельном заводе здесь, ОКБ, КП. Ну, ландшафт у нас, очень большой конкурс, огромный просто. Ну, я думаю, в Подмосковье ландшафтный дизайн – это востребованный специальность, очень много дач, коттеджных поселков. Да, очень-очень востребованный, причем ландшафтников мы готовим не только дневное, но мы из региона готовим, очень едут к нам техникумы, целиком поступает выпуск. То есть на вечернее образование, на заочное образование ландшафтников очень много. Ну, вот как раз у нас в кадр попадают элементы ландшафтного дизайна, мы прогуливаемся по парку культуры и отдыха центральному городу Мытищ. Здесь достаточно симпатично. Ваши специалисты, ваши студенты на практике или выпускники работают? Да, работают, работают. Ландшафтные работают у нас и работают в Мытищинском районе тоже. У нас проводятся практики совместно с организациями. Ну, а состояние вообще лесов Мытищинского района, оно вызывает какие-то опасения у вас, как у специалистов? Вы знаете, оно вызывает не только у меня опасения, вызывает опасения в целом. Лесники, к примеру, уже бьют тревогу, причем тревога уже считается как экологическая проблема. К сожалению, леса наши, в Московской области, относятся к категории защитных лесов, относились, во всяком случае, до передачи. Сейчас будет изменяться, видимо, их положение. То есть, там нельзя было проводить никаких мероприятий, ни рубок ухода, ни там как-то облагораживать эти леса, прорубать и тому подобное. Поэтому даже не то, что сейчас на первое место выходят не пожары, а именно короеды, типографы, которые уничтожают особенно еловые леса, то есть из-за того, что буреломы там остались после тушения. Так а проблема в том, что вот поскольку леса имели статус защитных, туда вообще нельзя было зайти и что-либо сделать? Ничего нельзя было сделать. Даже вот спасать леса? Да. В этом году, надо сказать, повезло подмосковным лесам, пожары не случились, и будем надеяться, что не случатся. Но, опять же, нападение вредителей огромное, потому что, опять же, они нападают на слабые деревья, это те, которые повалены от ветра, в общем-то, свалены и не убраны. То есть то, что своевременно нужно убирать? То, что своевременно нужно убирать, все это, когда они нападают вредители на слабые деревья, естественно, без уборки их они переносятся на здоровые. Скажите, пожалуйста, вот вы в свое время очень прогнозно, долгосрочно определили востребованность вашей темы, заглянули немножко вперед в будущее. Могли бы вы что-нибудь посоветовать нынешним абитуриентам и студентам, будущим студентам? Какую специальность нужно сейчас выбирать с точки зрения того, что она будет востребована, допустим, через 5, 7, 10 лет, особенно на этой территории, на территории нашего района или Подмосковья? Ну, вы знаете, вот касаемо, наверное, нашей территории, я хочу сказать, что у нас на первый план, наверное, выходит экология. Вот вы сами посмотрите, едет автобус, вот те же самые желтые, там, Богдан или как они называются. Ведь они же выпускают такой выхлоп. Я вот иногда еду и думаю, вы же что это? Вот в Европе, к примеру, нет ни дизеля, ни 92-го, там есть 95-й и 98-й. Бензин, который подходит под евро, имеется в виду экологические стандарты. То есть, вот у нас, например, сейчас кафедра электроэнергетики лесных комплексов, она занимается биотопливом. То есть, конечно, исследования эти не поддерживаются на государственном уровне, но хотя они есть. Есть же и грантовые какие-то. Гранты есть. Мы участвуем в научно-техническом творчестве конференции. Это выставка такая, проходит на ВДНХ. Вот совсем недавно мы выиграли грант президента Российской Федерации. Как раз вот по разработкам. Мы это наш университет, конкретно аспиранты данной кафедры. Вы студенты аспиранты? Да, у нас все молодые ученые, аспиранты и даже студенты участвуют в этой выставке. Вот она проходит несколько дней. И вот мы выиграли там гранты и получили медаль за научные разработки. Я вас поздравляю от себя лично, от всего нашего канала. Это пусть и небольшое, и не масштабное, но очень важное движение, потому что, собственно говоря, эта сфера должна развиваться. Естественно. Экологи будут актуализированы. Я так понимаю, специалисты связаны с лесным хозяйством, потому что сейчас есть рекорд. В течение стоит вопрос. То есть лес он всегда был, он и в Африке лес, и лесное хозяйство, мы вот как бы вот оно есть. Особенно вот если говорить о лесном хозяйстве, это же не только, скажем, рубки, да, это и лесовосстановление, потому что те же самые еловые леса, чтобы они были здоровыми, их нужно прореживать и делать уже смешанными, то есть насаждать лиственные деревья. Вот. Поэтому вот сейчас на базе Щелковского лесхоза нашего будет организован лесопитомник, который будет работать на всю Московскую область. Ну вот мы плавно с вами переместились в зону, где находятся две площадки пляжного волейбола. Современная молодежь студенческая спортом увлекается? Да, увлекается. Увлекается у нас для этого практически вся инфраструктура есть, ну, наверное, кроме хоккея есть все, хотя... Ну, в хоккее есть варенье. Ну, это да. Вы сейчас говорите за листях. Да, я сейчас говорю за листях. Хоккей? Нет, вообще в Матичинском районе, конечно, спорта очень много, но надо только, чтобы привлекать, особенно начинать, конечно, с детского спорта, чтобы ребенок, вот, скажем, был привязан к чему-то, нежели чем шатался, там, скажем, по подъездам. Молодые преподаватели вузовские студентам пример подают? Подают. С тех пор, как построили бассейн, у нас теперь там очередь целая. Даже сделали красный расписание для студентов и преподавателей. Ну, я думаю, это самый лучший пример. Родитель для ребенка, преподаватель для студента. Тогда спорт будет развиваться и процветать. Я думаю, для будущих специалистов в сфере экологической темы, да, лесного хозяйства, наверное, и здоровый дух должен быть, чтобы заниматься вот этим важным, таким здоровым. Конечно. Вот у нас сейчас наши два бандитониста ездили на Олимпиаду и включили в Олимпийскую сборную. Конечно, бы хотелось, чтобы таких олимпийцев были и в Матищинском районе, чтобы гордиться. Я думаю, к Сочинской Олимпиаде подрастет кадровый резерв. Тем более, в этом году в районе планируется открыть новое помещение для школы Олимпийского резерва по баскетболу. Я думаю, что вот создание таких условий будет способствовать развитию и массового, и профессионального спорта. Конечно. Ольга, вопрос такой. Вот все-таки какие бы пожелания подрастающему поколению, студентам, всем молодым мытищинцам вы могли бы дать? Ой, ну я бы хотела сказать, что вот так, как мы все-таки сейчас делаем нажим на экологию, да, региона, вот и района, я хочу пожелать, конечно же, здоровья вот именно молодому поколению, потому что, наверное, он больше всего страдает от этого, ну, от экологической среды. Вот, конечно же, любви к городу, потому что, когда что-то делаешь, наверное, нужно, ну, относиться с любовью к городу, чтобы понимать, какую отдачу и он тоже дает. Вот, а в целом, ну, наверное, больше олимпийских чемпионов для нашего города. Я думаю, олимпийских чемпионов не только в спортивном плане. Нет, не только в спортивном плане, конечно. Олимпиады бывают, извините, и школьные олимпиады проводятся, и вот у нас в Казани участвовали ребята, тоже выиграли, первые места заняли. Это, конечно, тоже очень важно. Нет, образование в любом случае важно. Чем живет современная студенческая молодежь? Есть ли какие-то интересные традиции, увлечения? То, что отличает нынешних студентов, ну, скажем так, от студентов той поры, когда мы с вами учимся? Ну, вы знаете, конечно, все это немного традиционно. Вот наш университет, он отмечает всегда День Лесника. Это очень активный праздник у нас. Всегда проводится он в театре Фест. Ну, скажем, не так давно бы театр Фест базировался у нас. Вот, поэтому традиция эта осталась. Ну, театр Фест, мы еще раз напомним, это, собственно говоря, вышел с определенного факультета. Да, да, да. Кстати, с очень важного факультета, если говорить о востребенности, то специалисты, вот именно Фест, на них даже очередь иногда выстраивается из работы. А мы с вами как раз подошли вот к такой незамысловатой беседке. Околотеатральный какой-то антураж появился. Предлагаю присесть и продолжить наш разговор. Нам с вами по пути встретилась вот эта достаточно живописно околотеатральная беседка небольшая в парке. Все-таки вернемся к теме театра. Да, вот тем, чем у нас занят студенты театр. Да, у нас театральные группы, во-первых, есть. Есть много кружков там восточных танцев, йоги там и потом. То есть вот есть чем заняться вечером. То есть у нас вот весь спорткомплекс наш, в котором все это проходит, он сейчас обширный, в связи с пристройкой бассейна. Он открыт вот до поздна, до 10 до 11 вечера. Но помимо всего этого, у нас три команды КВН. У них постоянно обновляется состав, ну, в связи с тем, что уходят студенты, выпускаются, вот. Постоянно обновляется состав. Помимо всего этого, я хочу сказать, что вот сейчас, вот когда летний период, да, у нас, ну, большое количество находится на практике. Вот сейчас мы 40 человек проводили в леса. Это наша добровольная пожарная команда, которая уехала, как раз будет заниматься не только там защитой от пожаров, но и борьбой с вредителями. А также для тех, кто вот сейчас уже прошел все практики и уже готов отдыхать, у нас есть собственная база на Черноморском побережье. Это спортивно-оздоровительный лагерь «Джанход». Находится он в горах, это под Геленджиком. Очень хорошая бухта такая, красивая. И у нас практически все студенты имеют, ну, право, там, скажем, за 10-20% от стоимости путевки отдыхать там. Ну, то есть мы можем сказать, что современным студентам очень сильно повезло. Очень повезло. Потому что есть веер специальностей востребованных, перспективных, интересных. Да, специальностей очень много. Да, вместе с тем организованных досуг. Но, к сожалению, есть проблема с бюджетными местами. Есть, есть проблема именно с бюджетными местами, с поддержкой какой-то. Вот, может быть, даже стоит на уровне района какие-то целевые места выделять, чтобы могли учиться. Будем надеяться, что районные власти нас услышат, и какие-то, возможно, целевые места и целевые группы будут формироваться. Как в свое время некоторые поступали по целевым направлениям. Потому что специалист был востребован, он потом оставался и занимался. Да, потому что для своих предприятий, которые находятся в районе, конечно, специалистов лучше готовить для себя. Ты ведешь его, и практики он, естественно, проходит. То есть здесь будет не только теоретическая подготовка, которую мы даем, но и практическая. Потому что, соответственно, практики все будут приходить на том предприятии, на котором впоследствии будет работать. Ольга, я надеюсь, что и наши телезрители, и наши районные власти вас услышат. Я тоже очень надеюсь. Что-то будет меняться и развиваться в хорошем и перспективном направлении. Спасибо за интересный разговор. С вами, дорогие зрители, я прощаюсь ровно на неделю. Встретимся, как обычно, в субботу вечером. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok